здарова ребятушки с вами латушки сегодняшнюю серию я хотел бы начать с небольшого вопроса до пару серий назад мне сказали копьё если не умеешь ему обращаться продай его пожалуйста и тут я в общем то задумался просто две предыдущие серии были записаны подряд поэтому комменты к предыдущим двум сериям как вы понимаете будут только сейчас прочитаны и осуществлены поэтому я тут чё подумал ну хорошо самом деле можно же продать вещи у нас существует вот этот слот но как не перетащить свои вещи сюда то есть вот например его вещи я могу снять это мой основной персонаж так понимаю и вот появляется цена я могу реально продать нажать торг и продать свою рубашку но это только вещи которые на нем как не положить вещи в его инвентарь потому что когда я захожу в свой инвентарь вот мой основной персонаж вот вещи на нем одеты вот например перчатки которые на нем не одеты ладно допустим они какие-то бонусный вот я сюда положил копье ну то есть на него же она может это именно в этот инвентарь давайте попробуем и он сам или так еще не пробовал разница между этими этими инвентарем ладно давайте посмотрим да да все так это работает извините тогда видимо вам просто мозги наделал и так мы можем продать за два серебра почему бы и нет вперед у меня просто было два копья и одно копье у меня до сих пор на персонажа да его не поменял 2 копье просто решил продать то сколько у нас стоишь ты у нас 8 стоишь двуручный меч знаете чем я бы наверное его купил бы мне есть знаток давайте попробуем я уже давно хочу себе какой-нибудь двуручный меч тут у нас хороший баланс хороший проникающий режущий давайте попробуем да начнем нашу серию сегодня с этого мы купим дорогущий собака меч и поставим его на ну у нас по идее один знаток так сейчас да то есть стоп далее ну вот вот этот вот глаза да черт он у нас знаток и по идее меч ему как раз в пору будет поэтому мы копье приберем может быть даже продадим давайте тогда знаете что сделаем назад вот ты у нас дружище вот это вот я точно не не буду носить вот копье тогда тоже продам она получается но я буду ходить с мечом давайте вот вот это вот все по продаю то что у меня тут валяется в инвентаре ненужное посмотрим сколько я смогу за это выручить я думаю что какие-то копейки она там вообще ничего не будет стоить спасибо что подсказали про возможность торговли серьезно я ни разу не задумался о том что я могу что-то продать знаете наверное почему это происходит потому что у нас в основной игре не было никакой торговли никакой продажи покупки все дела до свидания поэтому у меня как-то даже идеи такой не было ладно у нас теперь есть знаток с мечом по идее пойдемте на знаток драку просто посмотрим что там творится итак меч тут такие консервные баночки уже бегают прямо давайте мочите друг друга вот этого чувака сцепан или до его убьют первым хорошо я не буду сейчас переодеваться в прошлый раз когда я переодевался в такой атмосфере меня замесили именно на этом без счета все без счета отлично до свидания да по мне один раз прилетела но в принципе нормально без красного урона я в принципе доволен мы немножечко даже денежки подзаработали сколько у нас сейчас вот у нас два золотых в принципе не все так плохо знаток дуэль пойдемте заодно вот этот меч еще потестим в принципе мне пока что нравится нам не нравился еще и с основной игры до свидания а это было больно чертяка больно говорю от так мне надо мне надо на доспех копить мне надо на доспех копить потому что меня пробивает офигеть как на 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 ай блин офигеть но у него же это сейчас было обидно потому что мне кажется что я по нему довольно много нанес урона как бы ладно когда просто проигрываешь но когда проигрываешь и знаешь что у противника осталось совсем чуть-чуть хп очки вот это обидно да ты эксперта заработал дружище наш знаток стал экспертом резко я только купил на него пушку на знаток а он сразу стал экспертом красавчик так эксперт ну-ка давай мы тебе навыки посмотрим эксперт как мне до вот этого добраться ну ладно давайте быстро продолжаем таки после парирования вот это вот качнем у нас остается еще один щит я качать не буду вообще наверное никому никогда да в общем то меня сильно пробивают хотя у нас вот бригандина довольно хорошо качественно видимо пора уже в железку одеваться потому что это никуда не годится хорошо будем копить деньги старое снаряжение прям сильно не попродаешь вот чем прикол ладно у нас есть новичок кандидат кандидат у нас давайте-ка вот сюда вот в драку опять сходим просто денежки покопим посмотрим как она пойдет ты не офигел со щитом чувак со щитом 2 со щитом это чё вообще такое опа 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 замутузали я босиком для на какую-то обувку кстати один давайте вот эти чуваки со щитами друг друга поубивают я просто не люблю людей со щитами неплохо неплохо хорошими силовый идет ну видите они опа нет есть одного со щитом замесили хорошо так делайте ставки дамы и господа тоже победит я нахожусь на передовой самом центре событий рискую собственной жизни а есть чела со щитом завалили до свидания поздно ай-яй-яй-яй-яй на тебе по голове блин не знаю кстати у меня вот выпады помните пару серий назад я как-то пользовался копьем выпадами тыкал чувака даже получалось хорошенько потыкать мне немножечко не устраивает скорость которой он делает выпады они такие вяленькие такой стоит ха-ха эстонская атака такая так зачистка на кандидате пойдемте давно я что-то не сливался есть зачистка на кандидате зачистка на новичке пойдемте на кандидате а то есть вы мне сходу да да хорош хорош до свидания фух так что у тебя заберу ну во первых я тебя заберу сапоги сто процентов заберу у тебя это у нас кто так штаны не буду трогать ты рубашка а ты вот пальтишко я у тебя заберу тебе явно не надо а мне понадобится поехали дальше наступаем мы сейчас бонус это длина оружия длина оружия и скорость это нужно использовать если он меня сейчас этим ножом достанет фух не достал если бы он меня ножом достал бы было бы не очень хорошо потому что у меня против врежущего ничего толком и нету виллы черт побери это был единственный способ быстренько зажать и добить его потому что поверженный блин а у него курточка зелененькая мне кажется или чуть-чуть графония подкрутили или просто я давно не играл как-то все работает ладно тут вроде все то же самое поехали дальше нет человек со щитом зачем вы так уйди причем если я отхаваю хэдшот этой штукой это будет очень плохо есть продолжая бить она видите специальную наносит удары сверху вниз потому что если она она понимает что если она попадет таким ударом то это моментально уравне то что уравняет ее шанса она может выиграть таким образом да наконец то фух страшно но я не знаю я так и не научился сражаться с ребятами которые со щитом ладно поехали дальше ты чит меня ты чит меня блин собака а я я я я ты посмотри сколько урона мне все четверо предыдущих не нанесли столько урона сколько этот чел ты что такой опасный ай прикиньте если я сейчас проиграю вот это будет вообще ни разу не весело не 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 фух вообще на грани офигеть прошлые четыре чувака ну не составляют для меня практически никакой опасности вон то со щитом из дубинкой вот с этим с булавой она была опасная этот чел меня просто чуть не убил только что ай офигеть ты чё очками затычкал хорошо кандидат пойдемте на вина новичка глянем у нас есть тварь на новичке куда я конечно же не попаду спасибо знатока то у нас кстати больше нету хорошо кандидат неумеха пойдемте может в драку интересно в чем я сейчас выйду а с палкой нормально меня в принципе устраивает офигеть как ты встала после такого видели и два хэдшота повесили топором и посохом она берет после этого встает почему мои персонажи после такого не встает так как бы на меня никто не согрелся о нормально а а вот это кровяка вот это шоу блин реально круто вот этот серпом кстати мне не нравится все до свидания мне нужно было поднасрать вот этой девчу ли с серпом потому что но это было опасно хорошо довольно неплохо что у нас на новичка есть зачистка а я об этом пожалею ладно пойдем а хорошо достал вот этот bill из всех пушек которые есть мне пока наверное нравится больше всего пожалуй у него очень хорошие такие удары за ухо получаются ай-яй-яй можно делать красивые хэдшоты он на дальнем расстоянии как раз в район головы фигачит блин чё что темнота до свидания так посмотрим что у тебя было мне как раз не помешает приодеться давай-ка вот так вот так ну в общем весь комплект заберем у нас чел вообще не одетый относительно блин так куртка так гамбизон так жилет а я это все позабираю почему бы нет куртка мне давала папа полтора режущего тут настолько на этом полтора режущего да в общем них над как-то этих чувачков потихонечку одевать и как их одевать блин если столько денег нету ну ладно но это то о чем вы мне и говорили конечно что типа не плодить персонажей их потом как-то одевать придется об пару ай-яй-яй-яй-яй ох ты ж я хотел сказать чуваку пару раз прилетел мне пару раз прилетела не убил убил не убил офигеть так вот этот бердыш надо взять на заметку то есть ну там офигительно огромное режущие слой в режущий слой очень большой ну то есть реально таким драться хорошо пойдем на эксперте на эксперте что мы можем сделать на вызов можем пойти на эксперте пойдем глянем на наш вызов чё нам чуть-чё вызовут там хотел сказать как я увернулся вот это вертолет блин ой ясно табли я видел он быстрее меня я не знаю в чем с чем это связано или с тяжестью меча хотя у него по моему не такой меч был у него меч был побольше чем мой это интересно пойдемте дуэль на эксперте кандидат погоди кандидат значит у меня не будет мяча моего а пойдем рискнем главное не дать ему замахнуться но тебя не было замаха как ты мне такую дарта нанес на сдохнет варена до убил кулаками забил просто вот этот удар по моему он был не совсем честный потому что но у него не было замаха чтоб так меня ударить ладно поехали на эксперт знаток драка вызов эксперт пойдемте сюда на эксперта сходим так однорукий меч он им будет тыкать скорее всего ох вот этот мышец разменялись так там по бронирование чем я у меня меч застреет вот в чем проблема я это уже заметил не в одном бою о хорошо бочину видите меч застреет до свидания не знаю ребят так то знаете чего заметил если моего персонажа убивают у меня его убивают и вещи с убитого персонажа мне никто не возвращает почему я не могу убитого персонажа забрать себе вещи пусть будет какой-то индикатор я чувака убил или вырубил чтобы у меня был какой-то стимул там например качать какое-то прокалывающее оружие или еще что то чтобы я мог реально убить человека на арене и забрать с него вещи сделайте такую штуку это было бы крайне хорошо ну как бы мне бы такое хотелось пока что вот этого кусочка мне не хватает потому что это единственный способ заработать деньги просто выигрывать в общем вы поняли хорошо значит экспертном немножко потрепали дуэльной эксперте зачистка на эксперте на зачистку я не пойду мне в принципе все сейчас потрепаны поэтому я пойду в кулачный куда-нибудь просто полечусь немножечко я уже забыл что это такое хотят только что чувака с оружием уделал в кулачке но как бы это ни было парадоксально чувака с оружием делать в кулачном бою легче чем чувака с кулаками до свидания все все нормально вот тут сейчас хорошо пошло не знаю то ли повезло то ли я сегодня выспался то ли как это все идет чем нас по деньгам у нас по деньгам 3 почти 4 почти 4 золота пойдем еще раз кулачный сколько хочу накопить и чего хочу накопить меч я в принципе купил мне бы наверное ай блин мне бы наверное начать покупать доспех под нашего эксперта да хорош блин она меня на контратаках ловит нет вот вторая такая обидная второе обидное поражение потому что я знал что немало жизни осталось я и хорошенько так в лицо навтыкал ну ладно так у нас есть кандидат восстановившийся вот мы им и пойдем в драку мы с ним пойдем будем их пытаться потихонечку качать подымать такое избиение они почему то я не знаю как это сделано то ли это специально так построена то ли они так себя ведут но на меня в никто не ой мне уровень как появился на меня в начале никто не нападает они все сразу кидаются друг на друга и получается что у одного нету пары и вот этого одного начинают молотить двое я понял тебя ты у нас опасная до свидания ты чё живая до сих пор то на все до свидания но это серьезно просто способ заработка в таких боях так 77 кандидат управление далее так дружище получается ты у нас эксперт эксперт наверное вот этот молот люцернский тоже продам я не знаю зачем он мне так у тебя шля шлем под шлемник есть в принципе у тебя на ногах ничего нету да получается они штаны есть нормально но они такие мне бы перчатки молокотники я не знаю как насчет панциря это в принципе неплохая штука мне может быть ладно посмотрим далее далее держим топорик свой бесполезный так ты у нас дружище ты у нас новичок новичок все хорошо а ты у нас почему на тебе сапоги не одеты кандидат стой тяж и я же тебе виллы давал стоять я тебе купил виллы да так навыки у тебя нет мне нужно давай вот это так кандидат 77 хорошо у тебя есть виллы я что-то забыл что я тебе виллы покупал давай тогда сходим с тобой на зачистку попробуем с виллами они же у тебя в руках правильно ими тоже тыкать больше надо я вот сейчас мог пропустить в легкую то отойдет и то блин просто заспамила офигеть решил один разочек тыкнуть он слишком долго готовится к этому . я понимаю что виллы это для тычков но там есть очень хороший шанс если краем зубьев попадешь куда-нибудь это офигительные криты выходят в голову и ну так так у нас что то есть на эксперте только двое на двое на кандидате пойдем еще раз по риск нему зачистку да у нас не хватает здоровья это не очень хорошая идея но так ним надо привыкнуть они медленнее чем посох чё это за лаги сейчас были ребят в этой игре никогда не было лагов на вот это было сейчас неплохо вилла тебе в бок вот 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 про что я говорил что если ими удачно попадать вот это вот острие она просто страшным становится так я у тебя заберу шлемачок я у тебя заберу вот это и я у тебя заберу накидку да да меня вполне устраивает таком бомжатском виде мы двинемся дальше а я я я я я видел я видел он быстрее он быстрее а мне нельзя мне нельзя сокращать дистанцию то блин я плохой ситуации оказался да да виллы гораздо медленнее чем посох я трачу много времени на замах и быстрое оружие особенно быстрое оружие среднего радиуса они для меня смертельно опасно мне нужно постоянно держать дистанцию хорошо я понял эксперт знаток драка пойдемте поучаствуем в этой драке есть что мне и на знатока и на эксперта блин какие тут ребята серьезные такой сразу после вилл приходишь а тут доспехи и щиты кольчуга ох так есть два щита два щита мне не нравится я пошел отсюда три щита извините вы уже одного от пионер или да я понял блин щиты мне очень не нравится красиво мне очень повезло в этом бою потому что во первых мне достался последний противник без щита во вторых он был уже нулячий и все конь дедат новичок из драка на новичке опять же пойдемте да нет вот вот этого чувака возьмем тупо заработок бабла пока что идет потому что персонажи надо одевать как-то сустав на руке подрезал что за подлагивание ребят вы чё экзанима прекрати пожалуйста я не видела она качала мне какие-то апдейты или нет то есть возможно реально то что графончик немножко подрисовали я не ошибся но вот таких подлагиваний раньше никогда не было чем у меня на компьютере сейчас работает исключительно экзанима которая забирает какие-то смешные ресурсы потому что она совсем нетребовательная и записывающая программа которая тоже совсем нетребовательна поэтому ох блин это фиговая пока размышлял остался противник не очень мне подходящий да на тебе head на тебе 2 head офигеть как ты жив остался на секундочку расслабился все еще сольюсь офигеть я думал он уже все отъехал я уже расслабился то что я выиграл обалдеть как все может поменяться нет просто тычком добил офигеть видели какие 2 head ему прилетели он уже такой начал пятиться я думал он уже склеился это был просто стан офигеть просто что сейчас произошло елки-палки так что у нас есть на эксперте кулачный бой драка на знатоке есть кстати я могу сходить туда потому что у меня эксперт он же знаток есть зачистка на знатоке кстати пойдемте пойдемте попробуем рискнем первый же противник со щитом девушка вы что себе позволяете дай ты чё к тебе в глаз вот это было неплохо надо избегать тычков тычки мечами это офигеть как опасно на тебя на на до свидания так пожалуй я тебя сейчас буду грабить может не так уж и сильно буду грабить посмотрим что мне с наплечниками так то нет наплечники не хуже но перчатки я возьму на ручья возьму шлем а я чё-то не уверен так режущий пять два с половиной а он такой же ну по-хорошему мне тебя ничего особо такого то и не надо наверное да ну да возьму наверное вместо рубашки вот это вот то что чё ну там но она явно получим рубашка поэтому я возьму все поехали дальше огромная топорина ай под это нельзя попадать видите тут единственное мое преимущество это была скорость потому что если бы эта шайба в меня прилетела то мне кажется я бы там и остался шлемчик от колючего кстати то нет покрытие покрытие 3 покрытие 3 он точно такой же так кожаный жилет жилетовая кожанка так это у нас кольчуги кольчужные перчи давайте я возьму наверное будет лучше чем кожаные это сто процентов так ты у нас кожаные на рукавнике у меня какие один полтора эти получше идти эти кожаные найти получше я их заберу он уже такие два полтора два полтора точно такие же все наверное а стоп у нас есть а кольчужная рубаха есть у нас у нас ничего такого класса не было вот хорошо поехали дальше ох еще один чел с двуручным ой я палец отрубил что ли я чё-то оборзел мне слишком повезло я начал борзеть а вот так делать не надо так он отъехал хорошо что у тебя было дружище наплечники три полтора два мои давайте их заберу мне не больше нравится под шлем ник у меня есть кстати да есть хорошо так кольчужные кольчужные сапоги высокие вот вот это вот мне нужно вот это мне нужно вот это я возьму не помешает платные наручи а по даже не кольчужные латные дает я тоже возьму неплохо бригандина но моя получше рубашка все дела ладно поехали дальше вот это хороших сейчас прилетел ой нет тысяч меня тварина три удара три удара карл то есть вот реально чисто повезло так хорошо что у тебя за мечок был двуручный такой же как мой да такой же как мой просто они почему-то в реальности выглядят но не такими же ну забирать у тебя нечего поэтому ладно идем дальше теоретически если я не протуплю то этот противник не представляет для меня опасности если не протуплю говорю а ну ему нечего мне противопоставить потому что у него сторона открыто я поставил он туда могу лупить, пусть даже не до крови, но ему прилетать будет очень хорошо. Так. Ты в какой-то хлам одет был, дружище. Шлем с козырьком разве что, а так. А, это был последний бой. Я что-то думаю, а что же мне одеть и всякое такое. А мне нечего надеть! Хорошо, хорошо, сегодня довольно неплохо идет. У нас, значит, эксперт и знаток доступны. У нас есть зачистка на знатоке. Давайте еще разочек туда сходим, попробуем. На нашем же эксперте поедем. Надеюсь, что не облажаемся. Чувак с топором. Отойди! Блин, не люблю темные углы. А еще, когда меня вниз зажимают, тоже не люблю. На тебе. Так, ладно. Что ты мне можешь предложить? Как минимум кольчужные перчатки, которые я точно возьму. Шлем. Давай я вот так вот переодену. Я не против. Кольчужный жилет. Это я тоже одену. Оно там утонуло просто. Так. Наручи возьму. Ботинки. И наголенники тоже возьму. Так. Рубашка. Пальто. Жилет. Да, в принципе. Лучше для мужчины нет. Поэтому дальше поехали. Блин. У него геральдический щит. Он здоровенный. Фланцевая булава. Она не такое же смертельное оружие. Но. В сочетании со щитом. Это будет меня вынуждать. Делать больше атак. А больше атак. Это больше шанс для него меня пробить. Валим. Я не хочу в темноте сражаться. На тебе. На вылет. Чувак неплохо открылся так. Есть. Я рассчитывал на этот второй удар. То есть. С одной стороны на наш удар. Потом с другой стороны. Я рассчитывал на вот этот удар. С другой стороны. Потому что. Мне нужно было его как-то пробить. Блин. Хороший шлем. Извиняй, чувак. Но я его заберу. И подшлемник, наверное, тоже. Мне кажется, он лучше у тебя был. У него все такое. Зелененького стиля. Прикольного. А так. Да. Это лучше. Это у нас. Наплечники. Ну. Давайте. Я не против. Кираса. На 4, 2, 3. Ну. Моя получше. Как ни крути. Так. А ты у нас кто? Латные наручи. Давай. Они будут получше. Я тоже думаю. Штанцы такие себе. Щит свой. Знаешь, куда можешь себя засунуть. Все. Пойдем дальше. Вот это мы обменялись. А я не хочу. Обмен. Нет. Блин. Это сейчас было здесь детски обидно. Потому что у него совсем чуть-чуть хп оставалось. Вот первый обмен, который мы друг другу бах по пол хп сняли. Вот это прям был фиалка. Ладно. Кто у нас? У нас кандидат, кстати. А у нас что у нас на кандидат? На кандидате есть драка. Пойдем немножечко денежки поднимем, если получится. Вилами в людей потычем. Че бы нет. Кому бы поднасрать? Кому бы поднасрать? Вот так, например. Ты со щитом? Ну так на тебе с дву... Ох, блин. Нормально. Кто у нас там остался? Это что, Билл у него? Блин. Если это Билл, это плохо. Чувака с Биллом надо валить. Я же говорю, чувака с Биллом надо валить. Вот так. Примерно. Но он опасный был. Ладно. Так. Ладно, ладно, ладно. Хорошо. Че можем еще сделать? У нас есть на кандидате дуэль. Кстати, пойдемте, сходим. Дуэли это всегда хорошо. Неплохо. Неплохо. Среднюю дистанцию и планируем удары. Планируем удары. Нормально. Оба удара зашли. Не так много, но зашли. Хорошо. Осторожно, осторожно. Осторожно. Ну, понятно было, да. Я ее тычу, 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 тычу. Бах, хедшот, стан. Бах, хедшот, смерть. Все. Красиво, блин. Разобрали просто на детали. Офигеть. Так, ладно. Виллы пока немного сомнительная тема. Надо будет над этим подумать. Че у нас по новичку? Есть дуэль на новичке? Пойдем. Рискнем. В общем, наверное, вместо вилл нужно будет что-то думать. На тебе. Отойди. На, хедшот. Блин, не знаю. Пока что вот бил. Это прям офигительное оружие. И двуручный меч тоже офигительное оружие. Наверное, к следующей серии нужно будет что-то себе подбирать вместо вилл. Или просто виллы поймите обратно на посох. Не знаю, как это все пойдет. Что у нас еще по новичку есть? Драка в новичке. Пойдемте еще попробуем просто бабла срубить по-быстренькому. Видите, пока я не обращаю на себя внимания, мной никто не интересуется. На тебе. Давай, 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 мочи его. Его, мочи, че меня-то? Э-э-э-э-э! А че вы это тимитесь-то? Ух, валим. Молодец, чувак, на мою сторону стал. Эй-эй-эй-эй-эй, это больно вообще-то. Вали ее. Я пока это разберусь. Офигеть, достала выпадом! Ее моментально тут же прирезали. Ну блин, ты не мог сразу на нее напасть. Ну хотя он тоже выжидал, это понятно. Ладно, ребятушки. На этом пока серию закончим. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok